МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Факты в студии Ксения Ермолаева. Здравствуйте. Мы в прямом эфире и готовы рассказать о главном к этому часу. Выбросился с пятого этажа из-за долгов по кредиту. В Краснодаре на улице Черкасской погиб 50-летний мужчина. Около 6 утра он вышел на балкон и спрыгнул. Его тело обнаружила жена, она вызвала полицию и скорую, но помочь уже было нельзя. Мужчина погиб на месте. Следователи Прикубанского округа краевой столицы проводят проверку. Установлено, что у мужчины были проблемы в семье, не ладил со своей женой, ребенком, а также у него были кредиты, которые он, в принципе, выплачивать не мог. Как уже установили следователи, должник не раз говорил родным, что хочет свести счеты с жизнью. Остановить пламя. Вот главная задача в эти дни для спасателей и жителей многих регионов. Пожары полыхают повсюду, от Забайкалья до столицы России. Жертвами уже стали десятки человек, сотни потеряли жилье и имущество. О том, как проходит война человека со стихией, и готова ли встретить огонь на Кубани, сюжет Ирины Патроновой. Вся страна как поле боя. Сильнее всего от пожаров пострадала Хакасия. В эти выходные борьбу с огнем вели в семи муниципальных районах республики. Горела степь, огонь перекинулся на дома, пожирал целые улицы. В воздухе пепел и запах гари. В битве с человеком и природой людям победить удалось не сразу. Сгорели больше тысячи жилых домов. Погибли 15 человек. Больше 70 госпитализированы. Своего жилья лишились 5 тысяч жителей региона. Всем пострадавшим назначена компенсация по 100 тысяч рублей. На территории республики объявлен режим ЧАЭС. Задействованы авиация и пожарные поезда. Местные жители сами могли спровоцировать такое масштабное бедствие, сжигая сухую траву. Это называют предварительной причиной ЧП. Справиться с огнем в Забайкальском крае помогли военные. Как сообщили в Миновороны страны, на территорию части огонь перекинулся с одного из дачных поселков. Пожар удалось потушить, но для этого пришлось привлечь авиацию. Леса в Забайкалье горят почти месяц. 25 марта в регионе был введен режим ЧАЭС. Уже эвакуировали больше полутора тысяч человек. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что три человека, включая маленькую девочку, погибли. Еще 13 пострадали. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя не миновало и столицу. Из-за горящей травы в жилом районе Новая Москва с пятницы произошло около 80 пожаров. Сегодня там вспыхнули два сарая и пристройка к жилому дому. Спасатели пытаются не допустить распространения огня. К тушению приступили не только сотрудники МЧС, но и работники ЖКХ. На Кубани тоже бьют пожарную тревогу. С начала года в крае зарегистрировали 331 случай возгорания камыша и травы. Это на 100 случаев больше, чем в прошлом году. Жители края нередко сами поджигают траву. Пока эти пожары вредят только птицам. В районных обществах охотников и рыболовов заявляют, что в огне погибает будущее потомство фазанов, перепелов и куропаток. Но поджигатели не останавливают ни штрафы, ни уголовная ответственность в случае гибели людей. Пока Кубань крупный пожар обходит стороной, но к таким чрезвычайным ситуациям кубанские спасатели уже готовы. На сегодняшний день разработан сводный план потушения лесных пожаров. В марте месяце Международной комиссии была организована проверка по готовности Краснодарского края к тушению лесных пожаров, которая была оценена как готова к такого рода чрезвычайным ситуациям. Силы и средства подразделения Федеральной противопожарной службы готовы к выполнению задач. В этом году Краевой МЧС провела 4 тактика специальных учения. Пожары тушили в Туапсинском, Обширонском, Мостовском районе и Горячем ключе. Не за горами майские праздники, поэтому спасатели просят тушить костры, не бросать окурки и не сжигать траву. Ирина Патронова, Виталий Василенко, Кубань-24. В лидерах Москва и Краснодарский край. За 4 дня до прямой линии с Владимиром Путиным ее организаторы рассказали, какие темы интересуют россиян больше всего и какие регионы показали самый высокий уровень активности. Жители Кубани уступили лишь москвичам. Анализ полученных обращений показал, граждане активно интересуются, что будет с материнским капиталом и курсом рубля, останется ли прежним пенсионный возраст. Россияне обеспокоены ростом ценной лекарства и продукты. Многих интересует, что будет с Донбассом, жалуются на сферу ЖКХ и просят наказать нерадивых чиновников. Получено уже более 800 тысяч сообщений. Это телефонные звонки, смс и видеообращения. Их принимают и обрабатывают на специальном сайте москва-путину.ру. Напомним, традиционная прямая линия с главой государства начнется 16 апреля в полдень. Что-то такого не слышал. Аризотик какой-то. Но должен вам сказать... Рабочий день губернатора сегодня прошел в кубанской столице. Глава края проверил, как реконструируют и облагораживают центральные скверы и парки. А после объезда в Краснодаре, по итогам увиденного, Александр Скачев провел с городскими чиновниками крупное совещание. Подробности у Марии Крошной. Парки и скверы. Всего в 30 минутах ходьбы от каждого жилого дома. Сегодня для Краснодара это пока всего лишь мечта. Впрочем, не такая уж и далекая. Один из первых шагов для введения так называемого зеленого стандарта – реконструкция существующих парков. Уже совсем скоро к своей кульминации придет большой ремонт сквера Дружбы народов. Через пару недель здесь запустят обновленный фонтан, который не работал почти 10 лет. Сюда же вернется исчезнувший монумент мальчика на слоне. Об этом мэр города сегодня рассказал Александру Ткачеву. Глава региона лично проверил, как идет облагораживание центральных зеленых зон и напомнил о сроках. В обновленном виде предстать сквер Дружбы народов должен уже в начале мая. Ну уже пора, по-моему, закончить и забыть о том, что тут еще ремонт. Нам тоже очень хочется. Поэтому я приехал сюда, чтобы он мне пообещал мэр, что 1 мая. 1 мая приходите. Там же у нас, понимаете, подкрытие будет. Неподалеку в парке «30-летие Победы» Александр Ткачев прошелся по аллеям и убедился в том, что незаконные кафе и постройки, которые как минимум не добавляют красоты местам отдыха, сносят по решениям суда. Еще одна неприятная во всех смыслах проблема – ливневые канализационные стоки в реку Кубань. Решить ее стоит немалых денег, но вопрос этот принципиален. Главную реку региона необходимо освободить от грязи, а горожан – от неприятного запаха. Мы сейчас собрали группы, которые выявляют несанкционированные врезки в систему ливневой канализации. Из 21-го, 11 продолжают стоки несанкционированные. Мы сейчас ими занимаемся. А 10 заглушили, они уже не выпускают сюда. Один из вариантов решения вопроса с тем, чтобы наиболее насыщенные коллекторы, где есть там и фекальные стоки, и хозяйственно-бытовые, перевести на систему хозяйственно-фекальной канализации города. Всего за год у Краснодара появились свои особенные черты, резюмирует губернатор уже на совещании после объезда. Город заметно преобразился. Улицы стали чище, исчезли навязчивые рекламные баннеры и хаотично расставленные магазины. Но вместе с тем по-прежнему остается и ряд нерешенных проблем. Кубанская столица все так же задыхается в пробках. При этом заторы на дорогах все чаще уже не только в часы пик. Нередко причиной тому автомобили оставлены прямо на проезжей части. Несмотря на созданную в Краснодаре сеть муниципальных стоянок, в некоторых микрорайонах припарковать машину попросту негде. Надо создать межвежуственную комиссию, которая проверит все новостройки, коммерческая недвижимость, жилые комплексы на наличие парковочных мест. Если нормы по парковкам не соблюдаются, то конечно претензии будем предъявлять не только застройщикам, предпринимателям, но и безусловно тем чиновникам, кто выдавал такие разрешения на строительство. Я поручаю штабу эту работу провести и в этом году в городе создать новые современные парковки. В том числе и за счет бизнеса, и за счет бюджета городского, краевого и другого у нас выхода нет. Архитектура края, концепция составлена, активно участвуют в этом вопросе главы районов города Краснодара. Есть единая на этот счет позиция, единственное мы упираемся в финансовую модель, которая рассчитана на инициативу и ресурс самого города, строительной отрасли и банковской сети. Впрочем, иногда путь затруднен не только автомобилистам, но и даже пешеходам, обращает внимание Ткачев. Новые тротуары в последнее время строят меньше метра в ширину, а кое-где настоящие преграды становятся ступеньки магазинов, которые занимают больше половины пешеходной части. Глава региона поручает мэру разобраться в таком неудобном строительстве, провести служебную проверку и наказать тех чиновников, которые принимали работу подрядчиков. Зона тротуаров это общественная зона, и она должна быть на особом контроле. Это не так, что я хочу, хочу ступеньки три себе сделаю, хочу пять, могу перегородить и так далее. И все спотыкаются, ходят. Здесь, на мой взгляд, совершенно бесконтрольные. Это все происходит и со стороны города, и, наверное, штаба. А в том числе, сегодня надо заканчивать. И существующие, конечно, надо сносить. Принуждать к сносу, для того, чтобы людям были ходить. К сожалению, есть у нас такая проблема. Так что будем обязательно на это обращать внимание. Решение этих насущных для города проблем сделать столицу Кубани еще удобнее и комфортнее, считает губернатор. Уже сегодня развитию и преображению Краснодара свою положительную оценку дают больше 70%. Всего за этими изменениями стоит огромная работа мэра города и его команды, говорит Александр Ткачев. Для гостей и прежде всего самих краснодарцев открылся абсолютно новый город. Хочу еще раз отметить чистоту, озеленение. В целом чувствуется рука хозяина в городе. И очень важно, что здесь в городе объединились и краевые ресурсы, и финансовые, и административные, и, естественно, городские. Программа «Столичный облик» продолжает жить и наполняется финансовыми ресурсами. Есть планы развития на 2015 год, я с ним тоже детально ознакомился. И хочу сказать, что если мы выполним всю дорожную карту развития города в текущем году и обеспечим финансовыми ресурсами, то, безусловно, город еще один сделает серьезный шаг по решению наболевших проблем. Еще одну оценку о работе городских властей недавно дал журнал «Форбс». По данным его исследования, Краснодар сегодня занимает третье место среди российских городов, где можно отдохнуть как в Европе. Но на достигнутом важно не останавливаться, ставить задачу губернатор. Стандарты городской среды нужно вывести на новый уровень уже в ближайшие годы. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Сегодня же губернатор во время объезда по Краснодару зашел в один из супермаркетов в центре города. В первую очередь он посмотрел ассортимент так называемых социальных продуктов и сравнил их стоимость. Торговая наценка на такие товары не должна превышать 10%. Самое главное, что социальный хлеб есть в наличии, оптимальная цена 20-21 рубль. Пожалуйста, если дорогие, тоже есть варианты, но социальный должен быть всегда. В этом году по решению главы региона расширился список продуктов, наценки на которые контролируются в торговых сетях. Сейчас он включает в себя 13 товаров, от молока, хлеба и яиц до замороженных кур. Продолжаем новостями с рынка поддержанных автомобилей и они отнюдь не позитивны. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о спаде продаж по итогам марта почти на четверть. При этом динамика падения спроса с начала года выглядит следующим образом. В январе на вторичном рынке машин реализовано на 10% меньше, в феврале на 20%, а в марте уже на 25%. При этом рынок новых машин с начала года терпит куда более серьезные убытки. Продажи рухнули более чем на 40% и до сих пор этот показатель остается неизменным. Что касается проданных в марте машин с пробегом, абсолютное лидерство у отечественных автовазовских моделей. Особенно популярными в минувшем месяце оказались «семерки», «Самары» и «Десятки», а среди иномарок лучше продаются «Тойоты», «Ниссаны» и «Шевроле». Ну а если вы все-таки решитесь покупать машину, то имейте в виду, что следующим ударом по кошельку станет страховка. С воскресенья тарифы на автогражданку выросли на 40%. Владимир Сороковых разбирался, сколько теперь придется выложить автолюбителям за полис и прекратят ли страховщики навязывать другие услуги в придачу КОСАГО. Андрею Сударчикову не повезло. Срок полиса ОСАГО у него истек еще 28 марта. А поскольку о повышении стоимости автогражданки с 12 апреля разговоры велись давно, многие попытались оформить заветные документы заранее. Практически каждый из таких предприимчивых автолюбителей столкнулся в офисе своей страховой компании с проблемами. Кому просто заявили, что полисов нет и будут в аккурат после 12-го, кому предложили помимо автогражданки в нагрузку еще и жизнь застраховать. Вот и Андрею пришлось получать неофициальные отказы. Однако водитель оказался не робкого десятка и решил дать бой. Уже вот глядя на эту претензию, заведующая сказала, ну не потому что мы боимся суда или УФАС, но все же провела меня золотокоток в кабинет и сказала, вот сделайте этому гражданину страховочку, только ОСАГО. Жалобами и заявлениями автолюбитель своего добился, но это скорее исключение, чем правило. В большинстве случаев люди просто не разобравшись переплачивают за ненужную услугу страхования жизни или квартиры. Кто пойдет в суд обращаться, писать, ехать куда-то, заявления какие-то делать. Человек, сейчас все рабочие люди, все экономят свое время, нервы. Страховщики поясняют, вынуждены выкручиваться, потому что ОСАГО убыточна. Средняя выплата по автогражданке составляет около 80 тысяч рублей, а полис еще неделю назад стоил 2-3 тысячи. Даже если водитель попадает в аварию всего раз в 20 лет, то, грубо говоря, вложенные деньги у страховой он уже забирает. А некоторые особо везучие автолюбители становятся участниками ДТП по три раза в год. И за них платит компания. Вот, дескать, агентам и приходилось навязывать доп. услуги, пока регулятор в лице Центробанка не согласился увеличить тарифы. Стоимость полиса ОСАГО для своей машины рассчитать несложно. Попробуем выяснить, во сколько теперь обойдется автогражданка владельцу среднестатистического автомобиля с мощностью двигателя 120 лошадиных сил. Берем базовый коэффициент, который в большинстве страховых компаний составляет для физических лиц около 4 тысяч рублей. Умножаем на территориальный коэффициент. Он для Краснодара выглядит следующим образом. Далее идет цифра в зависимости от мощности двигателя. И последняя отражает стаж и возраст водителя. Выходит, что в среднем автогражданка теперь выйдет около 10 тысяч рублей. Чтобы немного уменьшить эту цифру, можно попробовать прописаться, например, в станице. Ведь в маленьких населенных пунктах и территориальный коэффициент ниже. Только вот не у всех жителей Краснодара или Сочи есть родственники в глубинке. Зато увеличенная на 40% стоимость полиса позволит избежать дальнейших убытков в области страхования, считают эксперты. Компенсировать увеличение тарифов водители, которые ездят без аварий, смогут при помощи скидок. Если кто-то сильно боится, что он будет платить намного больше, соблюдайте правила дорожного движения, вы будете платить намного меньше. И это будет более подстегивать к аккуратной езде. Затем не перестарались ли страховые организации с повышением тарифов, в ближайшие недели будет пристально следить Центробанк. Ну и краснодарский водитель правдолюб Андрей Сударчиков обещался приглядывать за страховщиками. Уже через год, когда он приедет оформлять новую страховку, проверит, помогло ли повышение тарифов уйти от навязывания услуг. Владимир Шроковых, Игорь Звенаревский, Кубань-24, Краснодар. Неравнодушные водители, которые заметили нарушения, могут приобщиться к борьбе за честное страхование. Пресс-служба администрации Краснодара сообщает, что в случае возникновения проблем при заключении договора ОСАГО можно пожаловаться в городской департамент экономического развития по телефону, который сейчас на экране. Причем незаконным считается любое требование страховщика потратить дополнительные деньги, в том числе платно помыть машину перед осмотром. Отмечу, что далеко не все автомобилисты, согласные с новыми тарифами на автогражданку, на сайте Федерации автовладельцев России собирают подписи против повышения цен. Петицию подписали уже 95 тысяч. Спасибо, что вы с нами. Если вы собираетесь садиться за руль или даже просто вызвать такси, эта информация вам обязательно пригодится. Прямо сейчас в режиме реального времени мы посмотрим, что происходит на улице Краснодара, узнаем, где заторы и никуда не опоздаем. Вот картинка с камер видеонаблюдения. Первый северный мост нам показывают. Непрерывным потоком машины следуют в направлении улицы Ялтинской. В сторону центра транспорта немного меньше. Скорость потока в среднем около 30 км в час. Чуть дальше между мостами движение также не останавливает сотрудности. Испытывают лишь те автомобилисты, что повернулись с Северной на Школьную. Там затор и тянется он до Восточно-Кругляковской. Имейте в виду. А вот и она сама. Скопление машин на Восточно-Кругляковской незначительное. В сторону Северной проехать можно быстро, как и в направлении улицы 40 лет победы, на спидометрах до 30 км в час. Теперь оценим скоростной режим водителей непосредственно на 40 лет победы. От Колхозной до Московской машины стоят в пробке. Об этом нас информирует Яндекс. Зато на пересечении с Московской уже значительно свободнее. Далее отправляемся на Тургеневский мост. Здесь, как обычно, скопление машин в сторону центра. Скорость придется сбросить до 15 км в час. И дальше вся улица Тургенева едет также неспешно до Красных партизан. Следующий участок Красных партизан и вторая линия. Обе улицы совсем недавно были забиты машинами. Но сейчас ситуация нормализовалась. В обе стороны разогнаться получится до 30 км в час. Неподалеку, на Минска и Каляева, обстановка еще спокойнее. Попасть в Юбилейный этим путем можно быстро и без помех, как, впрочем, и выехать оттуда. Не займет много времени дорога в Комсомольский микрорайон. На Сурмовской сейчас значительно свободнее, чем еще час назад. На пересечении с улицы Лизы Чайкиной скорость можно развить до 30 км в час. С наступлением вечера машин на улицах Краснодара становится все меньше. За минувшие минут 30 значительно снизилась загруженность Кубанской набережной. Свободная тем вечером и на Ростовском шоссе, но не советую сейчас ехать в сторону Суворова и Красной. А что касается самой крупной пробки уходящего дня, она образовалась на Северной от Янковского до Тургенева и продержалась более трех часов. По дорожным заторам это все. Будьте осторожны и внимательны за рулем. А следующая новость больше будет интересна пассажирам. В Краснодаре с сегодняшнего дня появился новый маршрут общественного транспорта. Автобус номер 6 будет ходить каждый час от улицы Круговой до центральной аллеи Славянского кладбища. А 19 и 20 апреля, когда принято посещать могилы родственников, в Кубанской столице запустят сразу пять временных автобусных маршрутов. Один из них будет курсировать по аллеям Славянского кладбища, а остальные четыре будут ходить по ГОСТу из центра города, от Ейского шоссе, а также из микрорайонов Комсомольского и Гидростроителей. Но до Радоницы еще целая неделя православные всего мира отмечают светлый праздник. Верующие прославляют воскрешение Спасителя. В эти дни принято дарить куличи и крашеные яйца, а также приветствовать друг друга словами «Христос воскрес». В Великую ночь многие кубанцы отправились в храмы, чтобы отстоять всеночную. О том, как в крае празднуют Святую Пасху, расскажет Элина Касабова. Пасочки были. А как это? Такие кулички. А потом с ними что делают? Кушают. Маша Леер вместе со своими крестными ночью пришла в церковь, и ради великого праздника можно один раз и нарушить режим, посчитали взрослые. Об истории праздника малышки рассказывали, но пока для нее главное – пасхальные лакомства. Это упущение крестные еще успеют исправить. Главное, чтобы традиции ребенку были интересны. Такой праздник святой, как нужно приобщать ребенка, с детства воспитывать, чтобы он знал все святые праздники. Нас также воспитывают родители, мы также воспитываем своих детей. Торжественную службу в Свято-Екатеринском соборе провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. О том, что праздник уже пришел, прихожанам возвестил благодат на огонь в руках ладыки. Символ прибыл на Кубань прямым рейсом из Иерусалима. По традиции чудо случается в храме Гроба Господня. Он входит только один раз в год и только на одном месте. В Иерусалиме на Пасху Христову. Всему миру свидетельствуя об истинности того, что мы сегодня будем праздновать в ночь. Христос Воскресе. Прямо из Краснодарского аэропорта огонь отправили во все районы Кубани. С этого и началось празднование Великой Пасхи. Вот так отмечали в Сочи. В ночь на светлое воскресенье священнослужители сменили траурное облачение на праздничные одежды. Больше всего прихожан посетили храм нерукотворного образа Христа Спасителя в Олимпийском парке. Его построили в честь великого для нашего края страны события. Православные прошли по парку крестным ходом. Глава региона встретил светлый праздник в Свято-Троицком храме Станицы Новодонецка. Александр Ткачев, его супруга и дети пришли к началу божественной литургии вместе с прихожанами. В своем микроблоге в Твиттер губернатор пожелал всем кубанцам, чтобы в их жизни было как можно больше светлых моментов. Праздник Пасхи объединяет нас, делает чище, добрее и заставляет задуматься о своем земном пути. Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а сердца наполняются любовью и радостью. Христос воскресе! А в Румавире прихожане, кто пришел осветить куличи и яйца, утром получили праздничные открытки от волонтеров. В них рассказывается о значении праздника и о том, как его правильно отмечать. Я думаю, что и дети наши, и внуки должны все соблюдать и душу свою очищать. И чтобы у всех была светлая душа, мира всем на земле. Активисты привезли в храм бутылки с водой, чтобы осветить и передать детям, которые сейчас лежат в больницах. Приехав к юным пациентам, волонтеры рассказали им историю праздника, а затем вручили освещенную воду и открытки. Елена Касабова, Анастасия Дешина, Денис Горбунов, Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Светлана Кривошейн. Кубань, 24. Останки советского летчика нашли в горах Потопсы. Их обнаружили кубанские поисковики на месте падения истребителя. Его штурман, старший лейтенант Александр Кулиш, погиб в районе хутора Полковничьей в августе 42-го. Его самолет был подбит с земли, летчик пытался дотянуть до своих, но тут его окончательно сбил немецкий мессершмитт. Об этом свидетельствуют архивные документы, а поисковики уверены, старший лейтенант Кулиш погиб еще в воздухе, поэтому не выпрыгнул с парашютом. Известно, что летчик родился на Украине, был награжден двумя орденами боевого красного знамени. Родственников погибшего офицера теперь разыскивает общественная организация «Кубанский плацдарм». В местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной краевые поисковики уже обнаружили останки более пяти тысяч солдат и офицеров. О том, как работают поисковики, мы расскажем в нашем специальном репортаже. Моя коллега Александра Проскурина отправилась с отрядом «Кубанский плацдарм» на высоты, где 70 лет назад проходила «Голубая линия» — сеть немецко-фашистских оборонительных сооружений. Бои, которые велись на этой земле, мало с чем можно сравнить. Сотни самолетов бились в небе. Тысячи солдат бежали в атаку. Земля была устлана погибшими. Большинство из них в списках неизвестных солдат. Как поисковики возвращают имена забытым героям самой кровопролитной войны в истории человечества смотрите сегодня в специальном репортаже в 2025. Изобрели в Швейцарии, а испытали на Кубани. Уникальная камера поможет фермерам победить вредителей и повысить урожайность. Андрей Секретарев расскажет о новых технологиях и о том, во сколько они обойдутся местным аграриям. Небольшой блок с двумя объективами, который показывает Игорь Иванов, новейшая камера для аэросъемки. Казалось бы, что в наше время камерой таких размеров никого не удивишь. Но изобретатель уверяет, еще год назад именно гиперспектральная камера была размером с обеденный стол и стоила миллионы долларов. Целых четыре года российские и швейцарские ученые в одном из крупнейших политехнических институтов Лозаны доводили умную технику до совершенства. С помощью гиперспектральной камеры можно представить поле, соответственно, отличия каждого растения друг от друга, тем самым сказать о его химических и биологических свойствах. А стало быть, это незаменимый помощник для фермеров. С помощью беспилотника камера за полчаса исследует около трехсот гектаров, делает сотни снимков, а потом соединяет их в одну карту. Вот так будет выглядеть поле на мониторе. Мы можем сказать, если есть дефицит каких-то питательных веществ, воды, если культура подвержена болезни, определить на ранней стадии, если определить вредителя, определить степень зрелости, роста. То есть провести полный анализ, необходимый для агронома, с целью совершения необходимых агротехнологических действий последующих. Специальная программа обрабатывает полученные данные, после можно загружать их в бортовые компьютеры сельхозтехники, а она в свою очередь обработает именно те участки, которые больше всего нуждаются в удобрении или поливе. Причем покупать специальную технику для этого не надо. Информацию можно интегрировать и в уже существующие машины. Испытать гиперспектральную камеру решили именно в Краснодарском крае. Учитывая высокую конкуренцию и то, что именно сейчас себестоимость продукции очень важна, в Минсельхозе преимущество новейшей разработки оценили сразу. Выехал на поле, 20 минут отснял, готовая картинка, отработал ее, провел исследование, загрузил в терминал техники и произвел дифференцирование все неудобрений, например. То есть в течение полдня можно получить результат и дать сигнал машине, что нужно делать на поле дальше. Директор хозяйства Павел Носоленко уверен, что будущее агрария за новыми технологиями. Именно благодаря подобным разработкам производители смогут увеличить урожайность, снизив при этом сопутствующие затраты. Чудес, конечно, не бывает. Есть и у этой разработки минус. Небольшой, но для многих решающий. Это цена. Стоит умная новинка около 40 тысяч евро. Еще около полутора миллионов рублей придется потратить на беспилотник. Но если камеру пустят в серийное производство, ее ценник упадет в четверо. Но даже сейчас специалисты из Минсельхоза почитали, что окупится эта новая технология всего за сезон. Андрей Секретарев, Артем Лычко, Кубань, 24, Краснодар. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем новостями из Новороссийска. Там появились собаки с цветными клицами. Так местные волонтеры своими силами пытаются уменьшить число бродячих псов. За полтора года они привели в ветеринарные клиники более трех сотен животных. Александр Цюкаев познакомился и с волонтерами, и с подопечными преданного сердца. Для Анны Андреевой спасение животных уже давно стало смыслом жизни. А ее собственный дом, несмотря на ворчание мужа, превратился в мини-приют. Сейчас у Анны на попечении восемь собак. Натали одна из них. Полуживого щенка несколько месяцев назад нашли на одной из дач. Были кости, обтянутые кожей. Там на ней живого места не было. Она не могла уже почти двигаться. Ее вместе с мамой и другими щенками заперли на даче. Это умирать с голодной смерти. Это ее, когда я нашла, она единственная была выживая щенков. После каждой операции собаки получают вот такое украшение. Цветная клипса означает, что животное стерилизовано и привито от бешенства. По словам волонтеров, это единственный гуманный путь сократить в городе количество бездомных собак. Кроме того, такие животные становятся менее агрессивными и чаще получают второй шанс. Усыплять животное, это значит лишать его шанса на жизнь. Опять-таки, у нас были случаи, когда собака лет пять жила во дворе. Мы ее простерилизовали, одели клипсу и эту собаку забрали домой. То есть, для людей понятие клипсованная собака это собака, которая полностью безопасна. Такое отношение к питомцам, пусть и брошенным, поддержали и в администрации города Героя. Сейчас в Новороссийске идет работа над созданием специального питомника. Его мохнатые посетители смогут и подлечиться, и новых хозяев приобрести. В городе решается вопрос по благоустройству питомника для бездомных животных. Сейчас проходит процесс выделения земельного участка. Питомник нужен, конечно, обязательно. И этот вопрос, он и с приданным сердцем, и нами он как бы разрабатывается очень тесно. А пока после операции животных отправляют в так называемый центр передержки. Он расположен на большом пустыре на окраине города. Волонтеры говорят, найти даже такое место было невероятно сложно. Здесь собаки проводят реабилитационный период. Затем их выпускают на прежнее место обитания или отдают в хорошие руки. Зимой хуже забирают собак. А вот весной, вот сейчас, за прошлую неделю, за две недели, да, пристроило где-то 7-8 собак уже. Это много? Да, это хорошо. Это очень хороший показатель, потому что собаки в основном все взрослые. Люди как-то больше хотят, в основном, фенков котят. Сейчас здесь живет около 60 собак. Большая часть попала сюда с травмами после жестокого обращения людей, столкновения с автомобилями или просто полуживыми от голода и холода. Всего, по словам волонтеров, в Новороссийске обитает больше тысячи бездомных собак. При этом на их счету меньше трети всех укусов людей, зафиксированных в городе. По словам волонтеров предного сердца, они прекрасно понимают, но то, чтобы спасти всех животных, хотя бы в одном Новороссийске, у них не хватит ни сил, ни средств. Все, что они могут, это постараться сохранить как можно больше жизней животных с таким преданным взглядом. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск. Мечты стали реальностью. Жители Кубани исполнили просьбы многих ребят края, прочитав их открытки на вербочках желаний, которые были установлены в торговых центрах и храмах каждого района. В семье Маргун трое мальчишек. Старшему 14, среднему 5, а младшему 3 года. Светлый праздник Пасхи они получили футбольный мяч, машинки на пульте управления и корзину сладостей. Это большая помощь для малоимущих, многодетных семей. Конечно, очень приятно к празднику, к Пасхе получить. Приятно, когда твои дети улыбаются, когда искорки в их глазах горят. И мне очень приятно. Где-то не всегда можешь позволить, где-то покупаешь продукты питания. Волонтеры вручали подарки, которые покупали жители края ребятам из социальных приютов, детских домов, а также детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Смотри, какая. Очень приятно. Спасибо девочкам большое, что пришли. И выделили внимание. Спасибо вообще. Таким организациям побольше надо таких устраивать. Настоящие праздники нам. Все рады, довольны. Подарком дети, конечно, всегда будут довольны. Благотворительная акция фонда «Цветик-семицветик» в этом году помогла осуществить самые сокровенные желания мальчишек и девчонок. Подарки получили более 7,5 тысяч детей. Бои белых воротничков возвращаются. Кастинг во второй сезон прошел в Краснодаре. Желающих поучаствовать было около сотни, однако отбор прошли лишь 40 человек, среди которых наш специальный корреспондент Василий Широких. В течение шести недель он вместе со всеми будет тренироваться в настоящем бойцовском клубе, а потом проверить свои силы на ринге. Хочется физику свою проверить, грубо говоря. Разрыв шаблона на самом старте оказался в непривычном для себя амплуа респондента. Шоу еще не началось, а я уже почувствовал легкий дискомфорт. Зато понял, что брать интервью гораздо проще, чем его давать. Спасибо. Ты учился на журнализм? Учился на самом деле на специалиста по связям с общественностью. Но так вышло, что судьба занесла меня в корреспондента. Послушай, ну с тобой все просто. Конечно, мы тебя возьмем. Только в этой клапке не ходи, тут это логично и правильно, и на самом деле интересно, это не по блату. А что на самом деле, почему ты решил? Ты смотрел первый сезон, приходил в раунд-ревью у ребят, что тебя подвигло? Ты же видел, что бьют у него по-настоящему? Видел. Краища, поломанные руки, разбитые головы, это что еще? У меня с самого детства была какая-то несосветная тяга к получению адреналина. Я обожаю сноуборд, люблю там прыжки с парашюта и прочих хотя, в принципе, ни разу не прыгал, но это люблю. Так, видимо, и получилось с БМ белых партнерщиков. Маневра для отступления нет. Я в списке о главных в исходных видеоматериалах первой серии, которая выйдет 18 мая в эфир Кубань-24. Да и сезон обещает быть интереснее первого. Ведущий проекта Богдан Хмельницкий, уже в более привычном для меня качестве собеседника, рассказал, что ожидается больше интриг. У нас было много тренировок, массовых классов, звезд, самих боев, а вот истории парней, их было чуть-чуть только в конце. Вот мы вернемся к этому, и мы вокруг этого во втором сезоне будем все строить. Вокруг жизни, вокруг эмоций, вокруг силы. Богдан забежал вперед и немного приоткрыл завесу тайны. Победители, коим и я обязательно должен оказаться, получат путевку в сезон третий. Непростой. Мериться силами будем с крымчанами. Практически круглосуточно, несколько недель под объективами телекамер, проживая в отеле на побережье. Строить будем не любовь, благо, а тело мускулистое из наших белых воротников. Но эта перспектива еще не очень близкая. На носу пока второй сезон, и обещает он быть очень необычным. И вот почему. Можешь показать свой бойцовский кулак? Бойцовский кулак? Да, могу. Да, это девушка-участник. Настя Янтальцева, вообще-то, визажист. Решила тут открыть себе новую грань. С мужчинами, говорит, драться приходилось, победила. Поэтому на проект идти совсем не страшно. Ну, я очень трудолюбивая, боец по жизни, поэтому я думаю, что у меня все получится. Однако, вероятно, хрупкой девушке в спарринге с мужчиной мощь свою демонстрировать и не придется. Говорят, что была на кастинге и еще одна представительница прекрасного пола. Но если это оказалось слухом, организаторы над Настей все-таки сжалятся и на проект не возьмут. Будут воспитывать мужчин только в мужчинах. Многие люди, которые сидят в офисах, которые занимаются своим делом, никогда не занимались спортом, они не будут заниматься, потому что они этого боятся. Спортивный кадр, новый интерес, развивать спорт, поднимать спорт в бане. Кстати, практически все участники первого сезона так и продолжают тренироваться. Понравилось. На пророче ли вот и мне, что по окончанию проекта втянувшись, спортзал я уже не покину. Но любимую работу на дела спортивные, конечно, менять не стану, а посему регулярно буду оповещать телезрителя о самых интересных событиях боев белых воротничков. Так скажем, изнутри. Василий Широких и Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар. Матч Краснодар-Кубань, он прошел в минувшие выходные и стал самым результативным в истории местного дерби. Его итоги обсудят сегодня в прямом эфире нашего телеканала ведущие гости программы «Трое в гетрах, не считая собаки». Впервые в истории проекта забитые голы прокомментируют родители спортсменов. А еще поклонники футбола попробуют ответить на вопрос, нужна ли Краснодару лига чемпиона. Ведь клуба хорошие шансы на попадание в самый престижный футбольный турнир Европы. Это и многое другое в 20.45 на Кубань-24 не пропустите.